Девчонки, Бог есть на свете. Значит, приехал Дима вчера в 9 вечера. Ну и такой ничего не рассказывает, типа, что ты меня спрашиваешь, что ты меня воспрашиваешь, что ты за мной следишь, ничего не хочешь рассказывать. А сегодня мне позвонила Марина и говорит, Юля, пошли на корпоратив. А я думаю, а что нет? Представляете, Дима говорит, да ладно, ты сама Марине позвонила, сказала, давай на корпоратив пойдем. А я не звонила. И даже Марине не рассказывала, у меня еще видео не вышло о том, что на самом деле мы разругались из-за корпоратива. Короче, девочки, я сейчас утюжу. Подождите, надо выпутаться. Вот у меня вот тут вот, видите, такая гора, я сейчас все по утюжу. Выберу, что я надену, и на 7 часов иду с девчонками на корпоратив. Дима сказал, что отпускает меня только до 8, но он же приехал в 9, а я приду где-то в 10. Ничего страшного. Мне дело важное не именно сходить на корпоратив. Мне хочется, во-первых, развеяться, конечно, то, о чем я просила постоянно. И мне еще хочется показать мужу, как это, какие-то эмоции. Вот, когда жена ходит без мужа на корпоратив и наоборот. Поэтому, девчонки, что мы задумывались? Сейчас он пошел, возьмет косметику, заберет, которую я заказывала на Амазоне. Принесет там два свитера, Диме приехала, свитшота и моя косметика NYX. Покажу вам косметику NYX, свитера, и будем с вами собираться и краситься на корпоративе. Вы представляете вообще? Я сама тебя не ожидала. А потом я еще соберусь и пойду к Кристине в Днепр. Нужно немного расслабить мозги, знаете, чтобы, во-первых, не думать ничего плохого, а во-вторых, себе позволять немного расслабляться. Потому что кастрюли, горшки, температура и соски, это все хорошо. Но иногда нужно немного смотреть в другую сторону, потому что крыша поедет, и мы чупнем все с вами. Ты что здесь делаешь? Тут у меня все чистенькие. У меня тут все чистенькие. Чистенькие, чистенькие. Мой хороший котик. Он, мне кажется, почувствовал, что я его хочу отдать. Ничего ты не почувствовал, отдай. Ну что, она просто с начесом? А, она тут вообще сеточка сделана, не сплошняком залита. Ну, красивая кофточка. Только там утюг горячий, аккуратно. А вторая вот такая вот кофточка. Да, да. Тоже черный, но другой оттенок цветов получается. Чуть-чуть такой, как притесненный. Но их, наверное, в сушилке нельзя будет сушить, эти кофты. Надо с ними аккуратнее. Вот это может потрескаться. Оно такое прям. И оно, наверное, в темноте светится, Дима. Не знаю. Ника, тише не нравится что-то. Куда ты пошел? А показать? Покажи. Это мне даже больше нравится. Это такая, знаешь, прям нарядная-нарядная. В гости куда-то сходить. В такой кофточке. Супер. Классно. А мне приехала косметика NYX. Вот это вот тон под макияж. База под макияж. Вот тут вот, видите, вот типа пористая кожа. А если ты наносишь базу, а потом тоналку, то типа уменьшает поры. Ну вот я хочу попробовать, потому что у меня реально огромные поры. Увлажняй, не увлажняй. Какие вот от природы есть. Тушь маскара. Вот от NYX. Хочу тоже попробовать. С такой кисточкой выбрала. Тушь вообще, по-моему, 2 доллара или 3 была на распродаже. Вот это тоже что-то около 3 долларов. Ну и самая дорогая, по-моему, это была прозрачная пудра от NYX. Рассыпчатая. Единственное, что мне нужно под эту пудру купить. Купить, что мне на... Блин, такая поцарапанная упаковка. Что хочу купить? Хочу купить кисточку. Вот она прозрачная. Ничего не надо выбирать. Тон просто матирует кожу. Мне больше не надо. Я вообще редко пудрой пользуюсь. Но румянка красивее ложится, когда пользуешься пудрой. Все открою. Сегодня на корпоративно крашусь. Что там? Снега много, да? Много, много, много снега у нас. Да? Классно? Пошли, покажу, где можно залезть. Можно вот там на батарею встать. Пошли. Иди сюда. Я вот эту пальму отодвину. И вот это отодвину. И вот это. Вставай. Да куда ты залазишь? Просто ножками встань. Ну давай, ладно. Ну раздывай, кумать же. Вставай. Смотри. Вау! Что там, снег? Дом! Что там? Смотри! Занужено все, да? Нет. А что дома? Нравится тебе снежок? Да. Только в окна не целуй и не лапай, то я мыть уже не буду перед домом. Колючки! Колючки. Аккуратно. Колючки боюсь. И я боюсь колючек. Ай, классно. Нет, а тут как тут. Все время возле меня. Я уйти уже, и он возле меня. Мне его же жалко. Я уже залию его. Бедненький. Бедненький. Маленький. Так поел же, Ника. Вместе с тобой. Сейчас будем обедать. Кома много. А что, да ты конфетки ела шоколадные, что ли? Видно, видно, что ела. Классы. Боже. Садики. Вот это не лечится. Ты за садиком еще... А палата? Нет. Светится. А ты-то не лечится. Конфетки, подарки ела. Ах, чимонок. Я, девчонки, иду на корпоратив. Накрасилась новыми своими этими красками. Красивая вся. Короче, Дима отпустил меня, конечно, с горем пополам. Но понял, что выхода нет. Придется отпускать. Так, все, что я хотела взять, я взяла, надеюсь. Кошелек. Деньги. Мне Дима дал с собой деньги. Телефон. Зарядка мне не нужна. Телефон зародила на 65%. Деньги на такси. Бляха идет снегом. Ирины еще нету. Куда я иду, девки? Сама иду, не знаю, куда. Юля, ты продолжаешь тусить? Классно. Никого не видно, никого не палю. Просто иду. Девчонки, иду. Приехали на такси. Иду домой. Совсем мне тут один дом пройтись. Девчонки такси заказывали к своему дому. А я тут уже пройдусь. Так хорошо посидели. Вот реально вам хочу сказать, что, конечно, вот эти вот вылазки нужны. Дима, конечно, мне уже написал, что у меня совести нет. Сейчас 22. 22.40. Почти 11. Ну, блин. Ну, не могла я раньше, потому что хотела уже со всеми на такси, чтобы не идти пешком и не ехать на маршрутке. Дети нормально, все хорошо. Не сочтите меня за плохую мать. Но я рада, что я сходила, потому что, знаете... Знаете? Пока. Играет музыка Играет музыка Играет музыка